Что вы делаете? Тихо-тихо-тихо, стой! Хей, вудсап, ребят, меня зовут Леша Моисак, это Дима. Стас, и сегодня у нас челлендж, выбери правильный стул, чтобы выжить. Короче, Стас ведущий, а он сейчас все расскажет. Правила очень простые, у пацанов будут два стула. Один из них плохой, а другой хороший, на котором будут лежать деньги. И, кстати, деньги будут лежать вот из этого ЛМ-кошелька. Он там прям набитый. Нифига, он большой, смотри, там много денег, Лёха. Так, 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 пацаны, верните обратно. И у вас будет вот такая повязка, которую вы будете надевать себе вот так на глаза. И потом садиться на любой стульчик. И я обещаю, что у вашей попки сегодня будут очень крутые приключения. Эй, 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 сейчас поставлю стул, прямо как флит в стул. Что? Так, Лёха, ты хочешь до начала челленджа сломать стул? Значит, ты автоматически проиграл. Так, пацаны, сейчас довыпендривайтесь и будете садиться на перевёрнутый стул. Так, вот Димас начал выпендриваться, поэтому начинает первый, ага. Да без проблем вообще, иди. Давай, покажи, кто здесь папа. Димас, стой, 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 как думаешь, что тебя ждёт? Я не знаю, что он вообще может приготовить, это же Стас. Он такой странный, непонятный, а может вообще такую жесть подсунуть, ой. Тише, тише, аккуратнее, ну я сейчас увижу это первое, а ты пока ожидай свою очередь, Дмитрий. Да хорошо, я тут потренируюсь, так сказать. Скажи очень тихо, мы начнём с самого популярного в 21 веке. Это сесть. Поэтому сейчас проверим, насколько Дима, так сказать, любит фото. Так, сейчас я прочитаю его мысли. Я долго думать не буду, сяду на первый стул. Смотри, по левую руку у тебя стул номер один. Левую руку, брат. Левую руку. А по правую руку стул номер два. Ага, это раз, это два. Да. Чуечка мне подсказывает, что вот на этом стуле что-то есть, а на этом нет. Поэтому я сяду сюда. Давай я тебе помогу. Вот, присаживайся, давай. Подожди. Повернись заодно. Всё, ты выбрал стул, садись на него. Прям плюхнись. Да подожди, стой. У меня развязывается повязка. Всё, можно садиться? Да. Чё это было, пацаны? Садись на конца. А, чё вы делаете? Это чё, бутылка была? Это чё? Ой, ты сам выбрал этот стул. Ну, в этот раз мне не повезло, а в следующий повезёт. Давай, Лёха, это следующий. Лёха, ты прям прирождённый прислезальщик на бутылке. Прям как в меманцах. Дима сел на бутылку, теперь можете в комментариях писать. Дима сел на бутылку. Так, передавай повязку своему сопернику. И теперь ему не повезёт, я тебя уверяю, Димочка. Поэтому не расстраивайся. Кстати, а если он не забрал деньги, могу я их забрать? Нет. Ну точно, деньги. Деньги забираю я, пацаны, если никто их не забирает. Давай, давай, в угол, в угол пошёл и завязывай глаза. Смеялся он, что ли? Ты бутылка-мен. И что, думаешь, посмешно? Каково это, естественно, бутылка, Дима, рассказывай. Ну так, знаете, неприятные чувства в голове, когда ты сел на бутылку. А там внутри? Давай просто промолчи. Давай. Итак, Дима, для Лёши у меня тоже есть сюрприз. И он... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И он похуже даже, чем твоя бутылка. Только положи остриём вверх. Всё, Дима, не беспокойся. Всю пачку надо. Пускай садится. Всё. Так, Алексей, прошу вас к стулу. К стулу. К нам не идти, можешь завести меня? Так, так, поворачивайся боком. И иди вот так вот. Ага. Всё нормально, всё под пунктуром. Так, чтобы ты понимал, по твою правую руку стул номер один. По левую руку стул номер два. Всё, теперь ты должен выбрать себе стул. Так, ну знаете что? А могу я открыть повязку, но я не буду смотреть, что там? Ты сначала должен выбрать, а потом открыть повязку можешь. Короче, смотрите, я раньше ставки разные ставил, да? И у меня была такая тактика. Когда я выбирал то, что я хочу, я всегда мгновенно выбирал то, что я не хочу, и мне везло. Короче, выбирай первый, потому что ты два раза на одно и то же не поставишь. Точнее логично. Или логично? Лёша, ты должен сделать выбор и сесть. Короче, выбирай просто цифру номер один. Не знаю, справа слева я выбираю цифру номер один. Всё, ты идёшь вот сюда. Ага, можешь снимать повязку и садиться смело на стул. Так, ребят, ну на самом деле интуиция меня всегда подводит, поэтому смело я не сяду. Кто знает, что они туда положили. Давай, садись. А я на что-то сел? Я на что-то холодное сел, да? Всё, вставай, Лёг, вставай и смотри на что ты сел. Ты можешь сделать это быстро, не бойся, не бойся. Бабки! Все мы знаем, что Дима у нас повар и любит покушать, поэтому я как раз приготовил ему пасту с ветчиной и огурцами. И там ещё где-то муравей. Так это грибной соус, да? Не знаю, какой это соус, но он муравей. Ему нравится, видишь? Он чилит, он кушает, ему прям в кайф. И мне кажется, Димасу тоже будет в кайф. Какой стул выведешь? Всё, Димочка, можешь подходить. Итак, Дима, смотри, чтобы ты понимал, слева второй стул, справа первый стул. Здесь два, здесь один. Да. Так, ты не подглядываешь случайно, а? Я не подглядываю, я играю честно. Сейчас мы проверим, честно ты или нечестно играешь. Давай, давай, Димочка, быстро выбирай. Повязка с тебя не споет. Два и один. Два и один. Верно. Два и один. Два. Всё, иди садись на второй стул. Ты сделал свой выбор, ты должен сесть на него. Где стул? Идущий ты, Димас. Ну ладно, мне тоже повезло в первом раунде, поэтому всё нормально, так и надо. Всё, всё, вот тут вот, и можешь спокойно садиться на него. Спокойно? Желательно медленно, потому что мало ли там шипы. Так, я на что-то сел. Ой-ой-ой, всё на мокрое. Димочка. Да вы что сделали? Э, да Стас, как ты мог еду положить сюда? В смысле, ты же любишь кушать, я думал, ты сегодня же на деньги. Кстати, а где? А, я деньги забыл положить, ну ладно. Ничего страшного, я думал, ты знаешь, что сделаешь? Сядешь на денежки, такой, опа, денежки, и ещё и покушаешь. А ты выбрал совершенно другой путь, чувак. Я нормально, соус у тебя хорошо отпечатался. Да, там прям белое пятно такое красивое, грибное. Мне уже не нравится этот челлендж, вообще. Тебя со стулом номер два какие-то, ну, неудачи обычно. Чё, Димас, каково это, а? Ты где? Димаша, знаешь, что я тебе скажу? Что? Удушение змеи. Дима, ты здоровый. Ладно, ладно, всё, успокойся, барьер. Так, Димас, ставим паркур слепую. Хорошо. А ещё, когда понимаешь, что скоро будет всё плохо. А у меня знаешь, что для Лёши? Что? Фу, что это, Стас? Ребят, вы не подумайте, я, ну, не из тех. Это, так сказать, муляж. Стас, давай я выберу, куда положить предмет. Давай, 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 заключённого ведём. Так куда, подождите, мне кажется, вы сменили направление не в ту сторону. Нет, всё правильно, всё правильно. Итак, смотри, сделай крылья. Всё. Слева второй, справа первый. Короче, я первый выбираю. Первый стул? Да. Слева второй, справа первый. Справа первый. Всё, садись. Это первый, точно? Да. Я снимаю повязочку. Тя, лунной походкой, так, я около стула, ну что, насчёт три. Ра, два, три. Да так нечестно вообще, что за делу набирать? Чё, опять повезло? Подожди. Да нечестно. Да в чём прикол? Смешно вообще. Я дал право выбора Диме. Чих, 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 чих. Так, стой. Спокойно, спокойно. Я хочу его выкинуть, но не могу. В общем, ребята, тут в принципе всё понятно. Только непонятно, куда Дима сядет. Дима может превратиться в петуха. Так, ну а здесь? Надо деньги положить ещё. А, нет. Ладно, ты пока что види Диму, а я положу денежки. Димас, ты что, готов? Готов. Короче, ты можешь встать, знаешь, я тебе подсказку дам. Да. Чайкой. Почему чайкой? Это ребус для тебя. Ну сейчас поймёшь. Погнали. Так, Димочка, как обычно, слева второй стул, справа первый стул. Здесь второй, здесь первый. Да. Ну давайте ещё раз этот, наверное. Дима, ты должен сделать выбор и сесть. Безнаверно, ну реально. Давай выбираешь, Димас. Ладно, этот, так уж и быть. О, да. Первые денежки. Надо было слушать меня, Стас. Так, подожди, я судья вообще-то, я не буду слушать соперников. А я знал, как Димас поступит. Димочка, не зашел. Я пока не понимаю, что со мной, но денежки в кармане. Димас, у меня уже две сотки есть в кармане. Ой-ой-ой, было бы ревнуемся, Лёха, понял, соточку в кармане. Ребята, мне было бы очень обидно, если бы он сейчас ещё сел на этот тазик, поэтому... Нет, если бы он сел, он бы подмылся хотя бы, а то у него всё там... Поэтому надо, чтобы он сейчас был немножко рад и ты. Поэтому, ребята, продолжаем нашу игру. Итак, ребята, пока что всё идёт очень легко, потому что самую сильную артиллерию я приберёг под конец. Но давайте заключим с вами пари. Если сейчас Лёша садится на красную кнопку, так сказать, то вы подписывайтесь на канал, те, кто не подписан. А те, кто подписан, ставите лайк. А если он выбирает и садится на денежки, то вы пишите в комментариях, что Лёша красавчик. Поэтому заключили пари? Заключили. Всё, погнали. Стас, ты чё, мой кетчуп взял? Ну да. Ну что? Ладно, это нужно сделать. Только половину, не всю хотя бы пачку. Ой-ой-ой. Да ё-моё, что за прикол? Погнали, стул готов, Лёха. Я подожди, я тебе донесу. Оп, погнали. Вау, вот это доставочка неплохая. Так, 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 так. Ой, какой-то ты тяжёлый, Лёха. Я прямо как будто полетал. Ну чё? Ну я думаю, ты всё помнишь. Где, какой стул? Не помню. Можно даже не выбирать цифру, просто садиться. Либо налево, либо направо. А где цифры, скажи мне? Слева два, справа один. Тогда я выберу цифру один. Где стул? Я его не чувствую. Чё, ещё, ещё, правей, правей, правей. Ты сел на самую длинную бутылку. Ты не почувствовал? Нет. Ой, Лёха, походу. Что это такое? Победа снова! Что-то ты неправильно делаешь, мне кажется, в этой игре. Но знаешь что? Зря ты его поднял, потому что через повязку можно было подсматривать вот так, когда ты высоко. Не, я просто иду тактики номер один. Всегда выбирать цифру номер один. Так, ну ничего страшного, Дима, надевай повязку, вот, а я приготовлю для тебя что-нибудь интересное. Это что за даджика такая? Это Димин кетчуп. Подожди, это должен был быть смайлик? Да, это должен был быть смайлик, но получилась улитка. Классно, мой кетчуп использовали, и он ещё не сел на него. Так, мы идём по старой традиции, повару нужна его еда. Возможно, потом Дима сможет выжать свои шорты и приготовить какой-нибудь супец. Я изначально говорил, что он будет чайкой, вот этот момент он настал, я знал, я знал. Так, ребята, я уже сильно зачистил с предметами на стуле номер два, поэтому я положу яйцо на стул номер один. Димас, 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 короче, ты главное не обижайся, хорошо? Ну не повезло сейчас, повезёт, может быть, в дальнейшем, может, не повезёт. Почему ты меня подталиваешь? Ну ты тяжёлый, конечно. Давай, оп! Давай я теперь тебя донесу, как ты меня. Давай, только не сломай меня. Не моё это дело, конечно. Конечно, тебе надо подкачаться. Дмитрий, Дмитрий, на голос идём, на голос. Пойдём, 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 спокойно, подождите. Я закрыл глаза. Мы глаза закрываем. Мы играем честно. Всё, раз честно, значит честно. Так интереснее, блин, ну как раз мне везёт, вот это, конечно, клевер. Так, всё, Димочка, ты знаешь, что делать. Один стул слева, второй стул справа. Ну, начни наоборот, второй слева. Первый справа. Давай, почувствуй своими чакрами, куда тебе сесть. Смотри, я говорил, куда он сядет, я вправ. Я чувствую, я не помню, куда ты говорил, он сядет. Ну, туда он сядет. Он сюда, сюда, сюда. Это локатор очень мощный был. Чувак, ну раз ты выбрал, ты должен сесть. Значит, три садись. Раз, два, три. И что, пухнуло? Ну, блин, мне кажется, знаешь что? Это всё вот эти поварские штучки твои, тебя тянет к еде, чувак. Тебя по жизни тянет к еде. Димас, ну знаешь что? Я же говорю, что ты будешь чайкой, помнишь, говорил? Ты стал чайкой такой. Что-то он тяжёлый столой. Можешь говорить. Если хотите иметь такую же удачу, как у меня, то, конечно же, ставьте лайк. Вот, да, тогда он будет вести точно так же, как и мне. Видели? Сколько стульев не сажусь, всегда везёт. О, фортуна на моей стороне, потому что что я делаю? Ставлю лайки под каждый свой ролик. Конечно, все говорят, что если ставишь под свой ролик лайк, то значит, что значит? Ну, короче, я помню, что это значит плохое. Но я ставлю, и мне везёт. Так что всё это работает. То есть, по твоему мнению, я не ставлю лайки? Да, именно так. Я думаю, ты не ставишь лайки. Ну, может быть, один раз там не поставил. А вот и всё, и сразу же тебе не везёт, Дима. В школе двойку получаешь, на работе тебя увольняет. А всё потому, что не поставил лайк. Реально, пойду ставить лайки. Дмитрий, как вообще самочувствие? Ребята, если он сейчас не сядет на это, я не знаю, что делать с этим человеком. Он слишком везучий, слишком. Так, раз, Лёшин, счастливый стул. Первый? Значит, мы положим на первый. Всё, Дима, веди Алексея, веди Алексея. Доставка, экспресс, товар, Алексей. Так, я размялся перед следующим раундом. Так, запаковочка. Кто мой следующий соперник? Запаковочка и... Так, стоять. Стою. Всё. Я размялся перед своим следующим соперником. Я готов его раскромстать прямо своим... Желанием победить. Прямо своим железной попой ты просто. Нет, желанием победить. Так, Алексей, правила ты знаешь. Просто выбирай стул. Стой, ты не по центру стоишь. Подожди, подожди, да, я понимаю. Я сейчас своей аурой сделаю. Апосту, раз, два. Харажил. Что это было? Он это сделал. Он сел прямо на каком. Чтобы понять. Это больно? Ребят, это больно, с вами очень больно стало. Да, 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 да. Да, мой новый соперник оказался очень силен. Он воспользовался слишком сильной техникой колючести. Ребята, пишите в комментариях, если ваша папа тоже напряглась, когда он это сделал. Пойду, короче, в туалет, все, доставать. Давай, было весело. Так, ты иди готовь, а я повязку одеваю. Денежки идут мне в карман. Ребята, помните, как я зачаровывал свою черную магию против Алексея? И она сработала, он сел на этот кактус. Вот просто моя магия, это вот высшее, что может быть. Итак, Алексей, сейчас я даю вам право выбора. У меня в руке два предмета. И если ты выбираешь один из них, тот предмет я и ложу против Димы. В смысле ничего? Повезло ему, получается? Нет, ему не повезло, я же сказал, что два предмета. Этот предмет называется бестула. То есть если Дима сядет, он сядет в пропасть. Просто вот так и упадет. Понимаешь, о чем я? Это будет смешно, давай. Все нормально, Димас. Главное, это верь в свою удачу. Удача это самое важное. Да ты что делаешь? Я себе доверился, на спокойнике иду. Так, что, все? Да, сзади тебя прямо находится стул садись. Итак, Дмитрий, ты должен выбрать один из двух стульев. Ага. Мне сердце подсказывает, знаете что? То, что вы все время клали какой-то вонючий, непригодный предмет на второй стул. То есть вот сюда. А потом один раз положили сюда, типа запутали меня, но снова положили сюда. Поэтому я выбираю стул вот этот. Красава, Димас! Садись. Теперь снимай повязку. Правильно? Уху! Моя интуиция меня. В смысле, а стула не было? Не было. Да, ты должен был лучше сесть в пропасть. Что, я просто так сто этих заработал? И что, в этом раунде не было приза? В смысле? Чувак. Приз был, просто его кто-то украл у тебя. Ты не заметил? Давай сюда деньги, деньги сюда. Блин, как обидно, что Дима, конечно, не сел на невидимый стул. Было бы смешно. Так, теперь, Лёха, твоя очередь. А тебе, Дима, я даю право выбрать предмет из двух. Итак, Дмитрий, как и у Лёши, у тебя есть право выбора. Можешь выбрать любую руку. Такой предмет мы ему и положим. Дима, думай, думай, думай. Вот. Это. Рука. Чувак, я тебе знаю, что скажу, что ты реально какой-то супер-мега-притягивающий человек к своей стихии. Держи, можешь скушать это. Лёшу ждёт огромный тортик. А знаешь, что ты мог выбрать? Целый шарик с водой. Да ладно, нормально. Блин, ну тортик жалко. Я так хотел его съесть. Вот это единственный раунд, в котором я не хочу, чтобы Лёшу садился на торт. Ладно. Вот сейчас все право ведущего говорят мне не делать этого и просто съесть его. И закончить ролик. Но, ребята, я не могу этого сделать, потому что вы должны увидеть этот ролик до конца. Алексей! Опа, центрирование. Оп-оп-оп-оп-оп. Всё, готово. Так, ну ладно, моя интуиция борьбы говорит мне. Так, левер по трём, по трём, по трём, по трём на удачу, что мне надо сесть прямо сюда. Ладно, я сажусь, мне всё равно. Я уже готов к сопернику, я с этого раскрасаю за пару секунд. Алексей, торжественно. А, подожди, стой. One moment. Так, ну что, соперник, давай покажи мне, что ты можешь. Я даже, знаете, как сделаю это. Я даже сделаю это более круто. Алексей, можете присаживаться. О, я чувствую. Давай, давай. На деньги чувствую. Вот так. Поздравляю, Лёша, поздравляю, ты победил. Хорошо как, а? Молодец. Я не понял, что это было сейчас? В смысле, это поздравление официальное. Ты что сделал с тортиком? Да всё нормально, его можно хавать. Зачагача. Я мог сесть на торт. Нет, Димас, ну это некрасиво, я не знаю. Смотри, ты что у него здесь. У тебя прическа чисто человек-торт. Ладно, куплю на эти деньги шампунь. Это точно, блин, но ты меня от тортика избавил, чувак. Ничего страшного, сейчас уберём. Да уберём и не съедим. Ладно, всё, пацаны, сейчас будет жёстко, реально. Сейчас, 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 подождите немножко. Ну и зачем ты это сделал, Дмитрий? То, не бейте меня, не бейте. Ты сейчас ничего не видишь. А у меня-то на голове знаешь, что находится? Что? Яйца, мука, клубника, крем, сливки, сахар и так далее. Ага, хорошо. Всё, больше? Больше? Так не делай. Ладно, не буду тебя обидеть, это же челлендж, всё прикол. Да то я поел. Короче, шарик, тут всё просто, шарик с водой. Давай, Джонни, удачи тебе. Жди сладкую пупочку. Дмитрий, Дмитрий, вперёд, пошла собака. Его раз так назовёшь меня, пошла лошадь, пошла лошадь, давай. Итак, Димочка, это твой последний раунд. Мой последний раунд. Да, поэтому ты можешь выбрать стол первый, который находится справа, и второй, который находится слева. Ладно, я без лишних слов, так сказать, выбираю стул вот этот. Молодец! Торжественно можешь на него присесть на счёт три. Раз, два. Ай, блин! Чувак, ты слишком быстро это сделал, у меня нога в тебя. Дима, это называется карма, карма. Ё-моё! Ну, Алексей, завязывай уши и глаза. Его тоже ждёт не огонь. А что? Ну, вода. Чувак, у меня же тазик остался, его тоже надо задействовать. Опа! Польше его нет с нами. Ё-ха! А чё так идёшь, смешно? Ну, а как ты думаешь, там всё холодно. Пошли. Пошли. Ай-ай! Я чувствую себя заключённо. Чувак, чё ты так идёшь странно, как бинг-бинг? Тебе лучше не знать. А если ты и так знаешь, чё не знать? А чё мне не знать? Всё. Выбирай. Алексей, слева второй, справа первый. Я не знаю, как его выбрать. Ладно. Чуйка говорит, что нам по пути, поэтому я выберу этот стул. Если ты выбрал стул номер один, садись на него. Давай, Алексей, можешь прям плюхнуться. Ой, прямо сесть на этот стул с деньгами. Давай. Стул с деньгами? Да. Раз, два, три. Чего, чё, чё, чё? Чего мы плюхли? Ой, ну ты тоже смачно присел на него. Знаешь, ты прям плюхался, как рыб. Я хочу встать, а меня обратно туда и подпрыгивает. И вода ещё раз. Привет, мокрый. Чё, у нас теперь мокрые штаны? Мы мокрожопые. Да. Пацаны, пацаны, а теперь третий раунд. Ой, не третий, последний раунд. С тремя стульями, как вам такое? Так, а давай знаешь, как сделаем? Там будут предметы, да? Да. И мы просто зима сам выберем какие-то стулья, а тебе останется последний. О, да, так ещё интереснее. Точняк, я сяду на последний стул, который останется. Ну, летс го. Так, пацаны, я сейчас вложу предмет, и потом у вас есть право выбора, на какой стул вы сядете. Есть один момент. Да. Кладу. Кладу, точно, точно. Ребят, ставьте лайк, если уже 15 раз исправили меня. Да, я не знаю, я отжимаюсь от стены, уже тысячу раз отжался. Нифига себе, ты качок, а я тут камушки достаю. Да. Пацаны, выбирайте стулья, есть первый стул, второй стул и третий стул. Я выберу третий. Нет. Пацаны, одна попытка. Первый. Пацаны, можете аккуратно идти и садиться на свои стулья. Ну, я не знаю, где первый, где второй. Так, вот тут первый, а вот тут третий. Так, подожди, а он уже сидит, заметил? Да, да, да. Не, ну я считаю, что это крысиный максимальный поступок, и он явно подложил мне. Либо мне. Ну что, Димас, давай. Давай, на счёт три. Раз, два, три. Хорошо сидеть иногда, на самом деле, на природе. Я думаю, это подсужено, реально. Ребята, пишите комментарии, что это подсужено. А мне, Димас, повезло, мне ничего нет. Конечно, потому что всё против меня. Логично. Согласен. Ой, не вопну! Эх, что? Понимаешь, Димас, смотри, здесь было, а у нас не было. То есть мы правильно выбрали. Ах, он крысюк. Давай, туда, я сюда. Где он? Не знаю, может, в дом забежал. Да, вот он, конечно, крысюк. Да, самый настоящий, подсуженный. Больше он не будет ведущим, правильно? Согласен. Фух, да, на видос получилось смешно и классно. У меня всё лицо в торту, волос тоже в торту. Это тоже, неважно в чём, у Димаса тоже. Получилось он очень смешно, я считаю. Ребята, если у вас есть идеи к такого подобного челленджа, то пишите их в комментариях. Ставьте, конечно же, лайк, подписывайтесь на канал. С вами мы уже увидимся в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока!